Усиление западной энергозоны, запуск новых месторождений и газопровода Бенео-Жанаузен. Большое значение дальнейшего развития энергетического сектора страны не раз обозначал глава государства. А вот как развивалась Отерсель, рассказал министр энергетики. Садкалиев обозначил основные моменты в области добычи нефти, усиления электросетей и не только. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. По трубопроводу КТК уже транспортировано более 50 миллион тонн казахстанской нефти. Это прямой путь. Есть альтернативный – это международный транспортный коридор. По нему обеспечили перевозку нашего сырья через систему Баку-Тбилиси-Джейхана. Это полтора миллиона тонн ежегодно. С Азербайджаном тоже прорабатывается вопрос по возможности транспортировки нефти. В текущем году была начата реализация договоренностей, достигнутых на уровне коллег наших из России и Федеративной Республики Германии по транспортировке казахстанской нефти в объеме 1,2 миллиона тонн в год через систему «Дружба» в Германии. На 2024 год мы согласовали техническую возможность транспортировки нефти по данному маршруту в таких же объемах. В недропользование ввели механизм улучшенного модельного контракта по сложным проектам. Уже заключили контракты на 9 миллиардов долларов и в целом за 9 месяцев 2023 года инвестиции в геологоразведку достигли 122 миллиардов тенге. По добыче газа объемы перевыполнили это 58,7 миллиарда кубометров, что составляет 110% от плана, говорит глава Минэнерго. По энергетике тоже неплохие показатели. В уходящем году был завершен ремонт магистральных газопроводов «Средняя Азия-Центр», что позволило начать поставку российского газа в Узбекистан через территорию нашей страны. В 2023 году были построены магистральные газопроводы «Макат-Северный Кавказ», «Бенея-Ужанаузень», которые обеспечат бесперебойное обеспечение газов потребителей Республики Казахстан. В сфере энергетики с июля текущего года введен механизм централизованной купли-продажи электрической энергии в режиме реального времени. Данная мера нацелена на обеспечение энергобезопасности нашей страны. Для потребителей западной энергетической зоны возведена новая линия электропередач общей протяженностью 780 километров. Еще корректировали предельный тариф на производство электроэнергии, и это позволило привлечь финансы на текущий капитальный ремонт станций. Более 140 миллиардов тенге. Чтобы отопительный сезон прошел нормально, выделили средства из резерва правительства на проведение капитального ремонта и реконструкции, а также закуп оборудования для теплоисточников в регионах. В целом по состоянию на данный момент по Республике на электрических станциях было отремонтировано 8 энергоблоков, 43 котла и свыше 40 турбин. Обеспечены запасы топлива для всех энергоисточников страны. В рамках работы по развитию возобновляемых источников энергии и перехода на низкоуглеродные развития введено в эксплуатацию 13 объектов ВИЭ, и до конца текущего года ожидается в эксплуатацию вот еще двух ветровых электрических станций. К слову, прошлые отопительные сезоны и начало нынешнего заставили и понервничать, и поволноваться жители регионов. Особенно такие города, как Ридеры, Кебастус и другие. Пример, посещая эти области, первым делом поднимал вопрос теплоснабжения и ремонта ТЭЦ. В Восточно-Казахстанской области, например, Смаилов сказал, что днем и ночью нужно следить за ремонтом и привести сети в порядок. Из-за того, что собственники не занимались своевременно ТЭЦ и его запустили, пришлось выделять большие деньги из республиканского бюджета и Акимата области. Каким будет год 2024 в сфере энергетики, будет видно в дальнейшем. Пример готов. Продолжение следует...